Мы на месте. Мы приветствуем Сергея. Интересуемся, готовлю он к реагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанс? Доверит. Хорошо визуально, что мешает сканированию? Я не могу понять, у него такое ощущение, как будто он довольный, здоровый, счастливый, но идет какое-то ложное, как отталкивает. Вокруг него такая светлая полоса, как контур, обрамляет полностью все тела. Хорошо. Силом его намерения этот контур выходит сейчас вместе со всеми энергиями. Выходит эта голограмма, включая внутренний белый свет Сергею, он выдавливает из себя все энергии этой голограммы. Шар готов. Отправляет этот шар в клетку-тюрьму. Больше ничего не мешает? Нет. Даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Сергея под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все семь тонких тел Сергея, находит все. Выстраивается прямые каналы от этой голограммы, от этого шара энергии и контура, к ответственной притягив в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Надеюсь, пока кто вышел. Это бес. Бес. Суккуб. Суккуб. Арахноид. Арахноид. Два игры. Вот. Два игры. Еще кто-то есть? Влад. Я здесь? Я не слышу. Больше никого нет. Больше никого нет. Хорошо. Так, если кто-то воздействовал, у нас на двух клетках загорается маячок. Грей. Грей получает по 100 тысяч герц удар. Каждый. Один, два, три. Пошли удары. Паразиты. Вы со мной решили поиграться, да, Грей? Поиграетесь. Я вам обещаю. Какой у нас? Снимаются маски и голограммы. Грей пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраиваются прямые каналы от Греев к другим ответственным притягивая всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Грей. Они греи, но они не настоящие. Роботы? Не биологические. Они роботы. Ставим маячки зеленый-красный. Робот красный. Органический зеленый. Какого цвета маячок? Оба красные. Оба красные. Хорошо. От обоих выстраивай каналы к тем, кто послал эти Греев. Один, два, три. Выстраиваются каналы и силами его намерения притягивая ответственных в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь рептилоид. Он один. Какой репт? Считай цифры у нас головой. 248. Рептилоид. Ты пытался мне мешать работать? Не в наших интересах показывать территории. К нему подключены лишь датчики, чтобы он не переходил границы. Какие границы? Там, где не надо. Какие границы? О чем мы говорим сейчас? О месте, где он живет. Там находится ваша база? Я бы не называла это база. Да, наше присутствие там есть. Под землей? Или над землей? Над землей. Над землей. И чем они тебе мешают? Чем он тебе мешает? Не мешает. Контроль. В каком плане контроль? Что именно? Я не понимаю сейчас. Что Греи должны были эти роботы сделать? Есть определенные границы. Да. На физическом и на тонком плане. Контроль и его сознание и физического перехода. Куда? Физического перехода. Ваш мир? Физических границ. Он показывает природу, тайга, я бы назвала, и вода, преломы, полота. Да. И есть физические какие-то границы, где у них есть установки физические. И это и есть про эти границы и говорит. То есть эти два робота контролируют его, то есть они отводят его, не переходят эти границы на физическом плане. Хорошо, если бы ему, конечно, не вредили, не воровали у него энергию, а просто сдерживали его. Проверим. Хорошо. Идем дальше. Какой у нас бес, Вера? Бес восьмой. Сколько ты присуствуешь в биополе бес? Давно присутствую. Около пяти лет. Но не всегда я здесь. Пыхожу, прихожу, просматриваю. В основном во сне. Ты в курсе той истории с ребенком, которая была, когда он в лес пошел? Да, был я там, как сумасшедший, он бегал. А кто его там гонял по лесу? Кому? К нему тоже? Я про... Я за ребенка говорю. Нет, нет, там я говорю про этот объект. Про Сергея. Да, он как сумасшедший гонял. Где? В лесу? В поисках. А, в поисках. Ну, конечно, это же его сын. Конечно, он гонял, понятно. Но ты не связан с этим, с тем, кто сидит в ребенке? Или связан? Нет, он не связан. Хорошо. Рептилоид, ты связан как-то? С ребенком. Сергея, вы как-то воздействовали на него в лесу? Он показывает, что есть определенные границы, которые не переходят. И от них идет как такая сила, которая разворачивает и выдавливает. Но в его исчезновении они не принимали участие. Хорошо. Да, я знаю, о чем ты говоришь. Есть такая сила. Люди не могут на физическом плане перейти к какой-то невидимый барьер. Здесь все понятно. Меня интересовала причастность. Ты сказал нет. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Сергея спроецировать энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам и их артефактам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Сергею. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Суккуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Два с половиной года. Два с половиной года. Арахноэ, сколько ты присутствуешь? Полтора года. Хорошо. И, рептилоэ, сколько твои роботы, Греи, присутствуют в этом биополе? Семь лет идет. Семь лет. Приличный срок. Хорошо. Ждем окончания реверса. Что идет? Кому больше всех идет? Это одинаково. Просто разно идет. Реверс окончился. Хорошо. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Сергей забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Сергей себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И усилие потоки в 50 раз. Сканер, дай мне полноту души Сергея на настоящий момент. 100%. Хорошо. Хоть с этим проблем нет. Здесь бес рассказывает, что он умеет общаться с такими, как мы. Интересно. Прикармливает нас, разговаривает. Кто умеет? Сергей? Да. Прикармливает? Прикармливает, разговаривает. Хорошо, Сергей. Мне кажется, сейчас надо вам что-то объяснить. Вы прикармливаете не домового. Вы прикармливаете беса. Все очень просто. Или черта, или беса. Кто живет в этом доме? Я не знаю, чего вы добивались этим кормлением. У меня дом только. Там территория большая. Дружить надо с местными. А, в этом плане. Хорошо. Реверс закончился. Если дружба, это хорошо. Но на каких условиях? Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Сергей забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него взяли, возвращает Сергей себе обратно. Он хозяин своих энергий. И возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Ну, есть, как он считает, духи леса, с которыми он общается. Ты себя к ним относишь? Без? Я, в общем, сказал с такими, как я. Понятно. Хорошо. Потосторонним. Хорошо. Реверс закончился. Ну, человек живет один, наверняка. Итак, начинаем с вытаскивания того, что... Один, а мы не в счет. Хорошо. Он живет вместе с сущностями в доме своем. Начинаем с вытаскивания. Вот начнем, наверное, мы сейчас с рептилоида. Рептилоид. Я все вытащил, посмотри. Или осталось что-то? На ладонях есть что-то. Хорошо. Сканер просканируй. Выведи то, что на ладонях. Выведи это из биополя и отправь в клетку тюрьмы. Потом. Идем дальше. Арахноид. Выходи. Снимай все, что я оставил в биополе. И паутина. Ничего не забывай. Возвращайся назад. У него паутина. И она есть в доме в разных местах. И он иногда цепляет. Ходит и цепляет его. То есть там нет каких-то специальных иголок. Он не устанавливает. Но паутина, наверное, его притягивает. И арахноид задерживается у него. Потом уходит. И с паутины опять возвращается. В общем, он снял все. Хорошо. Суккуб, твоя очередь. Выходи и снимай все, что я оставил в биополе. Возвращайся назад. Накидка? Или что он оставил? Не накидка. У него как в бароне жилет. Но он как у охотника. Да. С патронами. Тяжелый такой. С карманами, да? Да. Все понятно. Нравится Суккуб. Воинственность такая. А ему носить нравится? Снял. И идем к Бесу. Переходим. Бес, выходи. Отключайся полностью. Скажи мне, есть в биополе Сергея Лярвы? Да. Горло. На горле. А чего на горле? Слова? Вроде в горле у нас никто не сидел. В чем причина Лярва на горле? Слабое место у него. Там все серость откладывается, собирается. Переживание. Все в горло идет. Понятно. Иногда голос повышается от этого. Иногда понижается. Кричит он. Хорошо, Сергей, задумайтесь. Потому что вот этот крик, вот так вот он откладывается в голосовой чакре. Все ваши переживания будут уходить туда. И со временем будет проблема. Хочешь получить эту Лярву Бес? Он хочет получить, но кричит он именно в лесу где-то показывает. Один когда. О, а вот это зачем? Интуитивно понимает, что ему избавиться нужно. То есть он пытался криком из горла что-то вытащить, да? Да. Я таки почувствовал на себе. Хорошо. Ты хочешь эту Лярву забрать Бес? Хочу, хочу. Все снял? Да. Разрешайте забрать Лярву. Забирай, возвращайся назад. Да не Лярва, это комок, затемнение. Хорошо, забирай этот комок. Готов. Даю команду на рассинхронизацию Сергея с Бесом, Суккубом, Арахноидом, роботами двумя Агреями и рептилоидом, а также всеми артефактами в клетке Тюрьме. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готов. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Так. Бес, ты присутствуешь в доме, я полагаю. Арахноид тоже присутствует. Рептилоид, ты присутствуешь в доме? Есть там ваши установки? Установки стоят только по периметру. Хорошо. Эти установки надо убирать. Ставим монитор. Вера, посмотри сейчас дом. Появляется дом Сергея. И по периметру должны стоять установки. Они пульсируют красным цветом. Видишь их? Это совсем не так выглядит. Во-первых, это не дом, а линия, за которую не надо уходить. И от этой линии идет воздействие, чтобы разворачивались от этого. Понятно. То есть это не стоит в его доме, да? Там, где он же спит. Нет. Плохо тебя слышу. Нет, ты сказала, да? Нет. Значит, там ничего не стоит. Ну что ж, убираем монитор. Тогда мы сделаем сейчас следующее. Я всех буду отпускать. Не всех. Вот с беса начнем. Бес, я тебя отпускаю. Больше никогда не приходи в его дом. Не приходи там, где он живет. Не подключайся. Если ты хочешь, чтобы не было ничего плохого по отношению к тебе. Чтобы ты не оказался в этой клетке тюрьмы опять. И я тебя не вытащил. Потому что второй раз, когда я встречаюсь, будет наказание автоматически идти. Если человек приходит на проверку. Ты меня услышал? Я к нему не подключусь. Хорошо. И к ребенку тоже. Мы его себе не чистим. Ты в ребенке точно не сидишь, да? Я еще раз уточню. Нет. Хорошо. Суккуб, то же самое касается тебя. Ты больше к нему не подходишь. Тебе понятно? Понятно. Открывается внизу два портала. Один на чистоте беса. Один на чистоте суккуба. Бес забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Суккуб забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растаряя. Есть. Арахноид, уберешь всю свою паутину. Там, где он ее цепляет. Потому что если я найду в следующий раз при проверке твою паутину, я тебя притяну. Если я тебя притяну, я тебя накажу. Все понятно? Понятно. Готово уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растаряя. Готово. И я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. У меня рептилоид 248-й. Семь лет находился он в биополе с двумя греями-роботами. Человек живет где-то на природе, далеко от цивилизаций. И у них там есть какая-то база. Они пытались сделать так, по его словам, чтобы он не проходил на их закрытую территорию. Не знаю, насколько это правда. Посмотри, пожалуйста. Его забираем. И грея забираем. Это роботы. Благодарю тебя. Артефакты. Что же? Под артефактами, открою воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Сергей, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Попробую объяснить это словами. Хотя навряд ли эти чувства можно передать в языковом формате. Я знаю, что моя душа первородная, поэтому мне приятно находиться на природе и рядом с ней. Также я вижу, что оболочка очерченная вокруг меня ушла, и мои первородные энергии распространяются далеко за мои пределы. И я чувствую себя безграничным. Поэтому передать словами невозможно эту радость, спокойствие и счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok